привет всем благослови вас господь и сохрани вас господь во имя отца и сына и святого духа аминь господь есть дух а где дух с господин там свобода я хочу начинать эту тему такую важную тему задуматься поразмышлять про нее да вот я сегодня как-то молился бы ну думал про бога и мне такая мысль пришла да люди находятся на очень большом расстоянии друг от друга но они в одном духе понимаете что я имею ввиду когда мы про что-то думаем например про какой-то ну про что-то думаем каждый из нас что-то думает да и ну у нас какие-то откровения и в одно время мы получаем откровения вместе здравствуй брат благослови тебя господь и сохрани аминь мы получаем откровения в одно время вместе да вот часто это происходит да получается дух божий он вездесущий да бог он везде в одно время он здесь где я нахожусь и и за океаном он может в одно и то же момент совсем другому человеку говорить одно и то же мне часто пишут люди вот я ставлю часто очень много вот этих короткие видео эти короткие мне пишут люди я только что про это думал и ты ставишь прям ту секунду и он открывать шорт и это его за диета и вот это есть момент когда мы с богом идем реально у нас касается получается в это время которое мы живем по всему миру был действует как одинаково да он везде где-то действие но не одинаково мы получаем часто одинаковое откровение я это тоже замечал когда ты про что-то думаешь слушаешь и одного проповедника который тоже сильно хочет идти за богом посвятил свою жизнь и баха такое вот что я думал просто то повторяет и говорит да надо дальше идти то делать жить так как хочет бог и вот этот момент да я хотел бы сегодня объяснить да что бог везде он вездесущий по всему воде в одно и то же время он говорит везде мы многие здесь кто находится мы друг друга не знаем но бог нам всем проговаривают одновременно это как прекрасно второе что я хотел бы задеть тоже эту тему такую хорошую тему да я прочитал такой интересный момент стоит и книга исайя 43 глава 1 стих не бойся ибо я искупил тебя назвал тебя по имени твоему ты мой я вообще вот этот момент подумал да вот мы как всего сегодня сильно про него думал про этот момент мы как дети божьи сыновья божьи да мы мы все наш отец подал сына своего единорода иисуса чтобы искупить нас да и мы все как дети божьи да мы зависим только от него вот я стоял сегодня и думал меня лично да когда я умирал своей комнате меня спас иисус христос когда я умирал реально физической форме я умирал ну это начиналось духовное сатана сначала веру пройдет я про это говорил а потом он разрушает тело и вот этот момент как ту кто меня спас иисус христос что сказал иисус христос ученикам всем он сказал один у вас учитель и все вы братья да вот этот момент я хочу конкретно сказать если меня спас иисус христос в моей комнате где никого не было я понимал это было в 3 утра или в 2 2 или 3 утра ночи я реально физически умирал кричал к нему сердце стучалось я думал все мне капец приходит все это закончилась песня и приходит бог а к чему я хочу сказать второй момент а потом тебе человек после того как бог тебя восстановил назвал тебя своим ты его потом тебе человек верующий человек хочет объяснить что ты неправильно покаялся что ты не туда ходишь он тебе объяснить что ты не хочешь к нему на собрание значит ты без бога живешь и твое покаяние действия ними мне хочет человек объяснить что моё покаяние не имеет действия я неправильно покаялась неправильно крестился неправильно читаю библию мнение человека а теперь факты берем бог освобождает от зависимости исцеляет дает мне новую жизнь он одевает белую одежду на меня и говорит ты мой не бойся а здесь человек не говорит я что-то неправильно я к чему сейчас дальше пойду поглубже да а теперь смотрите что мне открылась как раз вот этот момент ты мой не открылась конкретное одно я под конец объясню под конец объясню всем как это открылась вот эта вещь да мне освободила меня получается бог он меня освободил поставил на ноги и теперь я держусь за него да у меня какой-то времени я ну как какой-то было время до такого горячего состояния знаете я искал бога всегда я верил я всегда но вот это что со мной произошло это реально откровение надо всем говорить у меня было какое-то время я ездил на какие-то собрания я хотел там я брал библию что говорили там я подчеркил я искал все но я чувствовал что-то меня закрывает не дает двигаться мне получается я принимал информацию какую-то да и мне объясняли что ты там тебе надо правильно одеваться тебе нельзя заниматься спортом тебе нельзя youtube тебе нельзя то ты должен быть вот такой ты должен одеваться так ты должен делать так ты должен тот делать конце концов я вообще запутался и не понял что они вообще хотят от меня я хочу одно сказать да бог меня поставил на ноги и дал вот это откровение конкретное что я должен держаться за него когда я один понимаете конечно опять же под конец я хочу сказать всем верующим людям и всем не верующим людям мы как братья сестры во христе как вообще люди да если человек идет за богом и получает конкретно сильный заряд что он может через этот заряд божий другим говорят что люди спасаются познают истину и он сам спасать в этот момент не трогайте бога когда он действует через человека я обращаюсь именно ко всем верующим с разных динаминации которые хотят кому-то объяснить что я неправильно покаялся что бог меня неправильно освободил и что я вообще не за богом иду будьте осторожны когда вы кого кого-то осуждаете и говорите это потому что бог делает так как он хочет он освободил меня так как он читает правильно и он ведет меня так как он хочет я хотел по-другому совсем честно вам говорю а здесь вот в интернет вот это сильное общение но это не только интернет это везде бог теперь хочет двигаться через мое тело везде где бы я не находился он хочет чтобы там жила истина чтобы ответ был автоматом чтоб ты жил так как бог тебя человек спрашивать а заряд бах все человек принимает иисуса христа кается но бывает потихоньку бывает сразу но чтоб ты был заряжен божьим духом где дух господин там свобода а какая свобода про такую свободу мы говорим про божью если ты в божьей свободе когда ты везде можешь за ним идти и не сдаваться никогда а когда человек тебе говорит что ты не на правильном пути и неправильно покаялся в комнате вообще в свои нельзя каяться надо те что батюшка положил свои руки так невозможно если человек у него остается пару секунд перед смертью такие случаи если я знаю это есть они у меня были это тоже было почти конец я подробности там говорил других видео из-за этого бог он освободил и дает мне жизнь дальше и каждому кто идет за ним бог вездесущий он спасает способен в одно и то же время уделять все свое внимание на миллионов людей нам на многих людей понимая таким образом вера в божию вездесущность отражена псалмах и ремея 23 23 и вот это все тоже я написал когда павел говорит о вошедшем христе как он наполняющим все он все наполняет везде я есть альфа и омега до 100 и также в библии я есть альфа и омега начало и конец жаждущему дам даром от источника воды живой и как вот это вообще вот это круто да вот когда вот сейчас я даже через интернет говорю людям да вот это мнение это во первых я говорю всем кто хочет идти за богом поймите одно бог хочет через вас тоже двигаться он хочет везде двигаться он хочет чтобы ты конкретно от него зависел моя миссия тебе как раз это и рассказать чтобы ты зависел от бога не от меня не от какого-то человека а что стоит в библии от него чтоб ты везде шел так как он хочет и вот это все к чему это идет весь этот канал почему бог меня поставил на ноги и почему бог вообще захотел чтобы я говорил вот это вам все это не просто так что я вот мне сейчас заняться нечем да я бы если бы не бог я бы я про это ли близко бы даже про это не подошел бы я бы меня был уже в живых не было бы если бы не бог способность бога присутствовать повсюду посредством святого духа везде вездесущий и это очень важный момент ко всем до ко всем людям я хотел бы вот это сказать не бойся ибо я искупил тебя назвал тебя по имени твоему ты мой из-за этого будь всегда с богом заряжайся от него и из-за ним бог в одно и то же время будет говорить по всему миру в одно и то же время бог будет конкретно дом всемогущий он держит нас вот так он даем терпелив он терпит еще у нас он хочет чтобы люди спаслись все спаслись до чтобы но кто примет его до время мало у нас а я не хочу чтобы мое время глушил какой-то человек я не хочу я вам тоже такое советую если в вашей жизни какой-то человек вам глушит то время который дает бог убирайте этого человека жизнь мама не нужен и вообще вы должны идти дальше бог хочет чтобы дальше за ним идти шли и не сдавались потому что он нас избрал поставил на ноги и хочет чтобы мы дальше также он не хочет чтобы чтобы мы зависели от других людей это самая большая ошибка человека если он подумает что он будет вот сейчас я от этого человека буду зависи до не вздумайте такую делать да привет брат я здесь хотел вот эти пару моментов объяснить про что у меня сегодня было да что бог что бог дает этот момент что мы все в одном духе мы находимся в разных местах мира да и также вот насчет библии мне тоже чуть это открывается библию дописали не на одном месте где-то там в израиле да она написана эти книги по моему были по всему миру где-то откровение было одно иисус христос один спаситель и вот эта истина она по всему миру сейчас действует это люди понимают прекрасно но сатана конечно он тоже свое делаю вчера я записывал тему насчет начала греха когда человек держится за человека когда человек не как вот адам он взяла его ему дала типа и вот его ж не половинка на вкусе да и он может сказать попался конкретно и какое проклятие пришло нашу жизнь вот про это стоит книги бытие до 3 3 глава почитать я записал там тоже очень интересный момент да мини евгений это брат это я тебе говорю по своей жизни у меня такое было тоже да я конкретно я не то что и да это было проклятие я реально был я духом конкретно упал что вот у меня это человека нету в жизни я теперь попал я теперь обворованы и все и духом упал этот человек стал уже больше бога и в конце концов это было проклятие да но все равно бог все равно вот это проклятие сделал благословение вот на этом уровне что я сейчас нахожусь это откровение что я получил это это не просто так да бог меня вытащил из сможет сказать из конкретного с конкретной тьмы у меня вытащил когда я умирал у меня вытащил и теперь у меня есть возможность рассказать это вам до чтобы вы не аминь спасибо сестра я должен говорить это это очень важные моменты чтобы мы шли по духу вместе до чтобы мы не сдавались бог вездесущий нам говорит в одно и то же момент всем людям мы им друг друга по идее кто сейчас здесь мы даже лично не знаю вот подумайте какая сила христа когда у нас вместе вот так здесь просто через интернет или вот там кто-то пишет ролик записывается да какая-то сила да как как бог действует какую благодать нам бог дал что мы верим не бог что мы идем за ним что мы от него зависим да это и есть первая когда мы свою греховную плоть мы понимаем что все мы и она она реально мы не сможем оправдаться перед богом даже сейчас я сижу что бог не поставил на ноги конкретно поставил и все равно я понимаю духе понимаю я у меня только как библии стоит иисус христос а право искупил нас от клятвы закона только через него все нет шансов ни одному человеку спастись без иисуса христа нету этого мне нету шансов никогда из-за этого я кричал к нему на коленях и молился господь помоги мне когда я полностью грехе был и он поставил мне она поставил на ноги да я не могу молчать проклят человек который надеется на человека и плоть делают свою опору это тоже я все прошел я надеялся на человека попадал падал конкретно падал до того падал что и дай бог кому-то так упасть второе плоть я тоже думал я такой сильный там я что-то могу могу это приходил момент такой что находились такие сильные что мне очень плохо было до просыпался в реанимации при смерти из-за этого мы должны понять но этот путь конечно был без решения бога давайте вот и если кого у кого какие-то вопросы есть или вы меня тоже говорите что может быть не так говорю давайте вот прочитаем вот эта книга бытие начала греха вот пообщаемся вот эту тему я вообще хотел эту тему задеть а вот насчет духа святого чем вездесущий сегодня ехала и мне это в голове было иисус чудный спаситель аминь это конкретный чудный спаситель и во первых он спасает во первых иисус христос он делает то что никак не за какие деньги не купишь ты не купишь это ты не купишь освобождение от зависимости ты не купишь освобождение от проклятия ты не купишь освобождение от ада и вечного огня если ты получаешь освобождение только через веру по благодати и милости боже все здесь на этом заканчиваю ну что хочет бог чтобы вот это сердце она не была больше каменная но она была живая и для бога вот это говорит господь я уберу это сердце дам тебе сердце новое дам тебе сердце и за это старайтесь так что вот это сердце новое служила богу бог хочет теперь через тебя двигаться на всех местах в этом мире все где бы ты ни находился он будет двигаться и он сделает так как он хочет я думал так а бог делает другое и он реально делает потому что мы должны прославить его потому что у нас пазда если человек с которым идешь по жизни рядом не хочет познавать бога и его волю что делать короче вот смотри и мне не давай короче короче видите у меня еще это все короче вылетает вот давайте я вот сейчас поговорим вот может быть вы это все читали но вчера меня опять это сильно задело да я я вернусь к этому ответу вот после этого как это прочитаю начало греха из всех зверей которых создал господь бог самым хитрыл хитрым был змей он спросил женщину правда ли бог сказал змей спросил не ешьте низ какого дерева в саду женщина ответила змею мы можем есть плоды с деревьев сада но бог сказал не ешьте плода с дерева который посередине сада который посередине сада и не трогайте иначе вы умрете нет вы не умрете сказал змей женщине просто бог знает что когда вы съедите и ваши глаза откроются и вы станете как бог познав добро и зло вот так подходит змей вор дьявол врет говорит у нас есть закон истина когда вы не знаете как вам поступить давайте вместе делать то что стоит говорит истина просто чисто делать без наших вот этих вот понимаете как подошел змей получается киеве он подошел через мысли подошел через вот эти атаки типа смотри Как подходит сатана каждому из нас? Опять же, через близкого человека. Он ищет доступ. Он ищет доступ с того человека, которому вы доверяете, с которым вы близко общаетесь, который имеет авторитет в вашей жизни, получается, какой-то авторитет. Нет, говорит, вы не умрете, сказал змей женщины. Просто знает, что когда вы сидите, ваши глаза откроются, и вы станете, как Бог, познав добро и зло. Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош, в пищу и приятен на вид, и что дерево было желано, как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Она дала плод и мужу, который был с ней. Который был с ней. Сейчас я прочитаю, и будем вот подавать, вот это разберем. Потом вот каждый вот задавать вопросы, и мне может кто-то откровение скажет. Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош, в пищу и приятен на вид. И что дерево было желано, как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Дальше читаем. Их глаза открылись, и они поняли, что наги. Все, теперь они поняли. Тогда и сшили себе повязки из листьев инжира. Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа. Бога среди деревьев сада. Но Господь Бог возвал к Адаму. «Где ты?» Адам ответил. «Я услышал тебя в саду и успугался, потому что я наг. Вот я и спрятался». Он спросил. «То сказал тебе, что ты наг? Ты ел плода дерева?» Бог спросил. «С которого я запретил тебе есть?» Вот этот важный момент. «Ты ел то, что Бог тебе запретил?» «Мы знаем истину, и вот это надо будет». Вот сейчас я к этому потом под конец вернусь. Адам ответил. «Женщина, которую ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с того дерева, и я съел его». Адам разводит, извините, меня стрелки. Я не при делах. Женщина мне дала. Я повелся, типа. Я сломался, да? «Змей обманул меня, вот я и ела». Женщина ответила. «Змей обманул меня, вот я и ела». Вот к чему я это все говорю? Получается, в духе, жизнь в духе. В жизни в духе говорится, Господь есть дух. Если мы живем в духе, значит, мы живем с Богом. Получается, мы принимаем те решения, которые говорит нам Дух Святой через сердце. Мы это каждый понимаем, когда у нас плохое решение. Мы понимаем, что в данный момент, когда никто тебя не видит, ты принимаешь решение. А это решение ты принимаешь. Дух Святой тебе говорит один раз, два раза, три раза. И не дай Бог, твое решение может тебя убить и полностью разрушить. И вот этот момент, за которого мы должны держаться, реально в духе, это и есть момент, когда мы делаем то, что хочет Бог от нас. Мы должны делать то, что хочет от нас Бог. Просто жить против плоти, против духов поднебесных, против змея, который приходит к нам каждый день. Женщина ответила, змея обманул меня, вот я и ела. Тогда Господь Бог сказал змею, за то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех диких зверей. А женщины, он сказал Господь, я мучительно сделаю беременность твою, в страдании ты будешь рожать детей. Адаму, сказал Господь, так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него. Проклята из-за тебя земля. Да, это капец, у меня аж на мурашки по телу. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Будешь пахать как лошадь, чтобы заработать себе. Бог нам дал мир красивый, рай вообще это был. Как в рае, ну посмотрите по идее все. А здесь все вот, чтобы произошло. Она произ... В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят. Потому что ты прав, и в прах ты вернешься. Ну и вот теперь смотрите, что произошло. Да, люди, брат Валера, люди живут так. Да, вот представьте, да, вот он получается сделал то, что хотела жена. Ну как хотела. Змей подошел к ней, ее, можно сказать, развел. Она повелась на это. Извините, эти слова такие, да, не христианские, если так разобраться. Но мы в духе говорим, она идет дальше к Адаму и говорит, на, ешь. И он кусил. Как раз того дерева, где Господь говорит, нет, нельзя. И вот эти моменты, конечно, это нелегко. Опять же я повторяю, мы спасены по благодати и милости. Но Бог хочет, чтобы мы шли, как Он хочет. Если мы, мы понимаем, почему вот это все стоит в Библии. В нашем ДНК есть грех, он есть в ДНК, в нашем ДНК, представьте себе. Это вот из-за них, из-за этого пошло. И Бог теперь хочет, Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы получили спасение. Только через Бога мы получаем спасение. Больше никакого спасения через Иисуса Христа. А вот так просто, к чему я это все прочитал. Будьте аккуратны, вот как вот брат пишет насчет жены. Я не хочу, я против всех разводов, которые происходят в этом мире. Это не от Бога. Но что хочет Бог от семьи? Бог хочет, чтобы семья была вместе. А для чего она, чтобы была вместе? Чтобы служить Богу. Чтобы через нее прославился Бог. А как она может быть вместе? Если жена даст мужу состояться в Боге, даже если он ничего не может, что стоит в Библии, немудрый мир избрал Бог, чтобы что. Да, я тоже немудрый. Пробитая голова, тело все в шрамах. Вы видите, я делаю ошибки. Библия, первая книга, которую я начал нормально читать в своей жизни. После всех этих аварий и жизнь без Бога, и зависимости, думаете, я умный? Ничего во мне умного нет. Это Бог умный, который меня ведет. Вот Он мне дает мудрость. Из-за этого поймите одно, что если мы дадим жене или дадим еще какому-то человеку в нашей жизни отойти от Бога, тогда очень глубокое будет падение. Не дай Бог, пусть Бог всем поможет, чтобы это не произошло. Пусть Бог даст всем мужьям, всем женам, всем семьям вот это откровение, чтобы они друг перед другом извинились в духе. Конкретно в духе получается от сердца, если они извинятся и начните жить так, как хочет Бог. Дай жена мужу состояться в Боге, а ты муж будь источником для Бога, чтобы ты своей семьей мог это все говорить. Бог также может через тебя двигаться, как через меня. Это мне тоже было откровение конкретное. Я смотрел одну проповедь, просто шла по телевизору. Мне понравилось, брат во Христе, горит так, про Бога, Библию знает. Я про себя думаю, вот это мудрость такая, как Бог его это. А мне Дух Святой говорит, я тоже хочу, чтобы ты так же шел за мной. Я хочу, я все это время хотел, чтобы ты шел за мной. И начни так же идти. И вот я потом начал углубляться, читать, просто задумываться, думать и бах, здесь, здесь. Поймите одно, когда вам тяжело, когда вы уже не знаете, что делать, прочитайте 10 стихов из Библии. Помолитесь, выйдите, опять прочитайте. Бог хочет через вас двигаться. Потому что вот в этом заключается все освобождение, вся свобода в Духе Божьем, в моем случае. Если это для меня как воздух, я должен этим дышать, я должен Богом дышать. Если я не буду дышать ко мне, все, у меня нет воздуха, я пропадаю, я гибну. Моя душа гибнет без Бога. Это 100% я уже это пережил. Конечно, иногда нелегко принимать решение, когда твоя плоть конкретно против вот этого Бога. Когда у тебя начинаются боли. Вот у меня было тело все равно, хоть Бог меня исцелил, печень, сердце, давление нарушилось мое. О, опять восстановилось. И я могу показать анализы потом, до и после. У меня есть все это, у врачей там катастрофа была. И все это Бог дал мне. Здравствуйте, привет всем, благослови вас всех Господь и сохрани. Из-за этого я хочу также вот всем это объяснить. Если есть у кого-то вопросы, говорите. Это живое общение. Мне очень приятно говорить про Бога. Вы это, наверное, заметили. Я сам это замечаю, что мне приятно. Вот эту тему мы задели. Если у тебя кто-то мешает тебе идти за Богом, старайся. Старайся, ведь я не хочу ничего лишнего сказать. Старайся просто идти за ним, да. Ну, этот человек, если против, да, тогда, наверное, надо этого человека потерять. Я сам лично сказал моей жене, у меня хорошая жена, Бог благословил меня, слава Богу, да. Ну, я ей сказал, мы должны сделать то, что хочет от меня Бог. Почему? Как почему? Бог поставил меня на ноги, и все прекрасно видят, что было до и что теперь происходит. Что со мной произошло, как я начал идти за Богом? Это небо, реально, и земля. Или, в другом случае, рай и ад. Это не только я мучился, и все вокруг мучился. Кто меня, конечно, любили. А кто меня не любили, они желали моей смерти. Брат, вот твой вопрос, да. Если девушка не хочет особо знать Бога, значит, не стоит брать ее в жены. Смотри, теперь смотри, первый вопрос, который есть. Горит ли твое сердце для нее, или еешнее сердце для тебя? Здесь вот, здесь опять ударение идет в любовь, да. Если среди вас есть любовь, это тоже от Бога такое качество, да. Она пойдет за тобой дальше, понимаешь. А если любви нету, получается, ты будешь делать то, что она, наверное, ну ты будешь против воли Божьей. Ты же не можешь жить против воли Божьей. Самое главное, что в твоей жизни произошла воля Божья. И Бог тебе даст то, что конкретно будет качественное. Не просто вот это, да. Что украшает женщину? Хорошее отношение, я думаю, с Богом. Это самое красивое, что может получить Жень. А когда у нее хорошее отношение с Богом, когда она живет так, как хочет. Бог, да. Это сто процентов, да. Вот эти темы я хотел сказать всем. Бог есть любовь, да. Бог есть любовь, и Он дает нам любовь. Он дает нам возможность идти за Ним. Он дает нам жить с Ним. Он дает нам вот эту любовь, которую мы проповедуем про Него. Да, это же Он делает. Я бы никогда не смог вообще про Бога говорить. Я вообще сам, честно сказать, в какой-то степени даже в шоке, да, как Бог делает. Освобождает, чистит сердце, да. И это реально бесплатно, да. Люди говорят, там, цену надо платить. Конечно, цену надо покаяния. Бог хочет покаяния. И путь к Нему мы не видим. А воздух ты видишь? Ты воздухом дышишь, ты его тоже не видишь. Просто воздух его называй. А Богом как? Как твоей душе жить? Это твоя плоть воздухом дышит. А душа твоя чем дышит? Душа должна твоя дышать Богом. Почему дышать Богом? Душа наша вечная. А вечная душа – это мы все, кто верит в Бога. Мы сразу переходим к Богу, да. Не дай Бог, если ты не покаешься и не будешь жить так, как хочет Бог. Значит, нужно идти за Ним, и все лишнее отпадет. Сто процентов, брат, это тысячу процентов. Я тебе говорю, в моей жизни, это я тебе говорю по факту. Люди, да, с кем я раньше долго общался, да. Я, пять человек, я повторю, их нету в живых, с кем я общался. В мои года чуть-чуть старше, да. Они тоже там были, ну, зависимости сильные, и такие смерти приходили. Ну, это горе, конкретное горе, да. И нету, опять же, есть люди, которые остались, слава Богу, в живых. И я стараюсь им рассказать про Бога, но они это не принимают еще. Они не доходят или как, но все равно я молюсь и стараюсь, хочу, чтобы Бог их коснулся, да. Просто я хочу сказать то, да, поймите одно, что сатана, она будет вот этот змей, он будет через всех. Я, я в данный момент не могу даже общаться с людьми, которые реально живут не так, как хочет Бог. Ну, что общего? Тьма со светом, это трудно. Ты им говоришь про истину, звонишь, говоришь, вот сейчас будет день спасения, не сейчас, на выходных будет день спасения. Я взял Библии, там, ну, там, 20 Библий, то это пишут, времени нету, то нету, это нету, то, ну, понимаете, да. Ну, нету, ну, наше дело, конечно, говорить и стараться с любовью говорить, да, это, чтобы человек, конечно, это принял в сердце, да. Мы должны это говорить, да. Когда вот, вот я заметил, опять же, мне пишут многие люди, я не могу получить прощение, да. Я получил прощение тогда, когда я начал идти за Богом. Я вам скажу конкретно от сердца с прощением. Потому что без Божьей воли вашей жизни, да, просто не хотят. Ну, да, конечно, не хотят. Вы же сами видите, какой громкий голос в этом мире. Ну, это же понятно, да. Вы же сами слышите, его слышно даже, да. Почему его слышно? Во-первых, вся система этого мира не дает человеку просто рассказать про Бога. Даже когда ты покаешься, как тяжело говорить, да, потому что конкретно все забито. Во-первых, у тебя и времени нету, там, после работы прибежал, быстро все сделал, то, бежишь дальше. И вот это все, вот эта вся суета, и люди еще превратились тоже, можно сказать, это было, наверное, всегда как в обезьянник, даже среди верующих людей, как обезьянник какой-то. Ты христианин, служишь Богу, но ты все равно говоришь, мне машину надо, там, какую-нибудь сиденье там. Но если у тебя нету денег и залазить в кредит за машину большую, это неправильно. В Библии стоит, что мы должны, как верующие люди, быть должны человеку только любовью. Стараться, конечно, есть моменты в жизни, что реально тебе надо какой-то кредит брать. Да, это совсем другая ситуация, если у тебя нету еды. В моей жизни тоже была катастрофа, туда-сюда я отплачивался, там все еще было. Но если у тебя есть уже финансы, ты задумайся про Бога, понимаете? Чтобы вы эти деньги там, я не знаю, ну не так, что вы... Я всегда отвечаю, а что, Иисус Христос тоже ездил на там коммерседесе, где сиденья там такие, все это. Ну это же бред какой-то, да? Да, и вот этот момент, что близкий путник, да, вот брат пишет. Любая душа ищет Бога. Они может и хотят, но их разум запутан лукавым. Аминь. Мы это видим, да. Даже вот я вам говорю такое свидетельство, да, вот я говорю, как Бог меня освободил, как Бог меня реально один к одному вот эти все откровения дает конкретные, которые я молчать не могу. И здесь мне пишет верующий человек, он мне пишет это, ты неправильно покаялся, ты не ходишь в церковь или ты не, ну, в динаминацию я назову. Потому что если была бы одна здесь, столько их много, ну, Бог мне больше дает заряду, когда я один на один с ним, я вам честно это говорю. Потому что я, у меня времени даже на это нету, потому что я везде получаю откровения. Я еду на велосипеде, получаю, захожу в магазин откровения, выхожу с магазина, человек стоит, везде люди, вот это я чувствую присутствие Бога везде. И как мне может человек говорить, получается, он хочет сбить меня с пути, но я не смогу. Если Бог избрал тебя, тебя никто с пути больше не собьет. Просто, конечно, есть одно, что мы всегда должны думать, мы должны держаться за Бога, всегда держаться за Него, никогда не думать о человеке. Потому что вспомните тот момент, когда Бог меня спасал в моей комнате, когда я получил это. Это не первый раз, просто последний раз, когда он меня конкретно спас, я просто понял одно, все, твоя жизнь теперь тебе не принадлежит. Ты должен стараться, чтобы через твою жизнь прославился Бог. Как в Библии стоит, через твою болезнь, Бог дал болезнь, да, или как, чтобы прославилось имя Господа. И дадим Богу, чтобы он прославился через нашу жизнь. Я был бы рад, да, чтобы люди познали, у Бога нету границ каких-то, почему мне кто-то должен давать границы. И кто вообще придумал стандарт служения Богу, да, какой стандарт, да. Ну, в Библии стоит там, конечно, есть моменты, где я читал, что там собрание, там пастор туда свой, но это кому-то говорились, да, к одной этой. Но Бог так же действует, и я думаю, по всему миру по-разному будет действовать. И этот есть тело Иисуса Христа. Так же стоит Библия, мы камни живые, да, что вот этот камень, который Иисус был, мы должны с него начинать строить. Но мы как живые камни, не дом, который стоит, я его называю. Вот я думал вот про эту историю, насчет Иова, да, кто его, кто его это, как он доверял Богу, да, вот сам Иов, и был ли он там какой-то динаминации относился, нет, не относился. Я даже заметил, знаете, вот что момент, не знаю, я правильно это понял или нет, вот меня когда приглашают в какое-то собрание, да, ну там ведь верующих людей. В динаминацию, да, я даже уже забываю, как и называть, некоторые мне говорят, вот это был у харизматов, ты был в 50-никах, ты был, ну как, я причем Иисус был, баптист или харизмат или православный, кто он был, он был, сын Божий, он мой спаситель. Как Бог сказал, чтобы мы себя называли братьями, кто нас учитель, Иисус Христос учитель, все, кто меня спас, за того надо держаться, и каждому это тоже советую. Наша тема должна быть, конечно, иногда очень, спасение не в динаминациях, а в Иисусе, аминь, вот и на это надо ставить ударение. И также мы должны, как люди верующие, в Библии стоит, если там, где проповедано Иисуса, ну спасение Иисуса Христа, там есть Бог, да, там есть Бог. Ну, мы не должны человеку давать, как доступ в нашу жизнь, да, или вообще, если мы чувствуем, что нам это плохо, мы отпустите этого человека, и все, лучше отпустите его, чем... Да, Дух, это там, там вообще я последний раз я был, да, я даже думал, ну, говорить вот про это, вот человек подходит ко мне в церкви, да, в церкви человек подходит ко мне, я отхожу от Бога, я не знаю, что делать. Она сама, человек сам отвечает на это, ты отходишь от Бога, ну, как что делать, иди опять к нему, читай Библию, молись, ищи его, служи каким-то, у каждого из нас Бог дает нам какой-то в жизни, какой-то в жизни служение, да, я думаю, каждому из нас, человеку, я думаю, у каждого из вас есть в жизни, что вы можете делать, какой-то талант, да, это сто процентов. И через этот талант хочет прославиться Бог. И вообще наша вся жизнь, я вот ехал вчера, вся наша жизнь вообще должна, мы вообще рождены прославлять Бога, вы это тоже заметили, да, если мы не прославляем Бога, значит, в нашу жизнь приходит пустота, дьявол, змей этот, и потом что происходит в нашей жизни? Тогда происходит все, потом уже плачет, о, я обворован, я не обворован, или еще что-то, закрывай свои замки, делай, будь волей Божией, если ты волей Божией, тебя никто не тронет. А если тронет, значит, в Библии стоят все наши волосы, да, как Бог посчитал, если что-то случится, даже будет. Я где-то тоже теряюсь там, но я буду дальше укрепляться, это только начало. Самое главное, чтобы Бог поставил меня на ноги. Даже вот я, волос уже почти нет, лысый, скажут, лысый проповедник, куда он там идет, а вот как раз такого избрал Бог, чтобы объяснить тебе это. Я буду дальше идти, Бог освободил меня от зависимости, от матов, и теперь я буду идти за ним, и все, и чистит дальше Бог меня, каждый день на новом ранге. И так же вас будет чистить, Бог двигается в одно и то же время с разных городов. Напишите, пожалуйста, с каких стран или каких городов вы. Просто мне интересно, доступ есть людям вообще? У нас, слава Богу, есть люди, кто слышит это. Я также это запишу, выставлю, может быть, у кого-то нет времени, потом послушаю. Может быть, какие-то вопросы на темы есть? Давайте про какие-нибудь темы поговорим, самые главные, что еще? Путь к Богу этот через Иисуса Христа Спасителя. Чехия, брат, аминь, слава Богу. Аминь, благословите Господь и сохрани. Белоруссия, вот как хорошо. Вот подумайте, да, вот мы Донбасс, Белоруссия, Чехия, мы со всех разных, понимаете, мест, и Бог как и касается всех. И у нас есть такая сердце, жажда есть. Каждый из нас ищет Бога. Я ищу, когда я говорю его. Я как ищу, я в присутствии, но я хочу это сказать всем людям, чтобы они это услышали. И чтобы в этом канале, конечно, люди находили жизнь. Как приятно, если вот я встречал пару людей, слава Богу, да. Конечно, вот у меня нету, если у меня нету этой возможности, чтобы дальше работать с людьми. Я стараюсь человеку сразу сказать, как есть. Конечно, полчаса с ним общения, да, там, час, может, ну, вживую, чтобы объяснить, что такое путь к Богу, что такое покаяние, что такое посвящение, что такое путь после покаяния. И что потом человек принимал решение. Я это стараюсь всем, с кого я встречаю, объяснять это, да. Это очень важные моменты, да. А дальше с ними идти я не могу, потому что на это надо очень большое время, да. Но я хочу, чтобы этот человек, которому я объясняю, чтобы он сам дальше начал идти за Богом, там, где он находится. Есть люди, вот недавно, я где-то переживал за одного человека, я думал, он все, плохо все равно молился за него. Я его встречаю, он такой восстановился, так хорошо выглядит, и слава Богу. Другой знакомый, если у меня он, он перестал наркотики брать и постанавливается, да. Есть люди, которые еще это не понимают, они мне хотят про прошлое напомнить. Ты что там, ты столько дел натворил, там, ты себя вел плохо. Ну, напоминают, и тяжело с ними, да. Кто-то ждет, но я думаю, чтобы я вернулся назад в эту жизнь, что какой тебе Бог, кто тебя спас, там, туда-сюда. А я говорю, только мы отойдем в сторонку, и мы попадаем. Получается, мы просто должны держаться за то, за первую эту любовь, помните, которая была, когда мы плакали, когда вот этот момент, когда ты уже думаешь, как прекрасно, да, когда все, ты в свободу приходишь, Бог тебе показал, у тебя были откровения. И вот в этом моменте мы должны теперь дальше идти. Тем очень много, вот Дух Господень касается всех. Принимайте вечеря, тоже очень важно, по воскресеньям, семьями. Это вот я что делаю, чтобы дети видели это все, да. Очень важно говорить про это, чтобы касался Бог. Вот такие у нас такое короткое общение. Как вы думаете, стоит такое проводить общение? Нормально все, я это спрашивал, но я еще раз спрошу, делать эти стримы дальше. Но я вас спрашиваю, а Бог мне потом молчать не дает. Я просто, вот мысль бывает, понимаете, сами вы молитесь, бах, такая вот как вчера я хотел про это записать, сегодня уже все, это я вчера, надо делать, если говорит это, дальше идти. Из-за этого, аминь, буду делать, буду стараться и всем говорить про это. Слава Богу, братья и сестры, кто сейчас здесь, будем вместе стараться. Пишите тоже мне где-то, я понимаю, что я буду делать ошибки на этом пути, да. Ну как ошибки, я имею ввиду, не так слово, не так то, не так это, но в духе обязательно надо, аминь, слава Богу. И вот эти моменты, будем тогда вместе, и пишите тоже, я говорю, если что-то там, может какие-то темы есть, может Бог через вас. И я вам говорю, мне Бог через уже разных людей подходит и говорит прям, ты, почему я прошел такой путь, ну катастрофический, где я думал уже все, потому что я, чтобы я сейчас мог тебе это рассказать. Ну, кстати, вот это надо сделать, да, в Телеграме, там же можно и сообщения голосовые, да, делать, надо сделать, это тоже интересный момент. Просто, чит Телеграме, я сделаю его и вышлю это на канале, я поставлю ролик, запишу и вниз, вниз это, будем там тоже. Написано, всякому мужу, глава Христос, аминь, сто процентов, всякому мужу, глава Христос, да, да, мы должны это сделать, я говорю, мне вон, вчера, знакомый мой, выхожу просто на улицу, уже возле дома, люди ходят, и один здесь свидетельствует мне, ну, рассказывает, у него дядька есть верующий, и он начал идти за Богом, конкретно идти тоже делать, что хочет Бог, и жить, да, проповедовать и все, и у него было какое-то время, мало времени для детей, да, и в конце концов, что я хочу сказать, вот этого дядьку, Бог благословил, что дети, ну, состоялись и здоровые, и в Бога верят, Бог будет, вот этот момент тоже я хотел бы задеть, что Бог будет делать так, как Он, мы дайте Ему делать, доверьтесь Ему, потому что мы вот верим в Бога, а все равно мы, у меня у самого страхи, я когда иду спать, я думаю, ё-моё, у меня же еще столько это, и у меня почему-то на ночь бывают такие атаки, да, я думаю, все равно хоть эти страхи, но все равно Бог, мы должны, мы должны полагаться на Божию силу в нашей жизни, чтобы Божия сила была, она есть сверхъестественная, позови ко мне, и я покажу тебе, как я кричал, я покажу тебе великое и недоступное, и вот это сделал моей жизни Бог, и делай дальше, да, я сам в каком-то степени в шоке, да, когда вот сатана нападает опять, вот эти, я думаю, сколько Бог делает в мою жизнь, и это предназначение человека после покаяния, для всех относится, не только для меня, идти за Богом. Работаю в большом коллективе, по-большому никто говорит о Боге, никому это не интересно, а если и говорят, то все сводятся к религиозным традициям и ритуалам, живой Бог никому не интересен, а почему не интересен, потому что сатана украла путь к Богу, люди с крестами, да, и они себе в грудь еще бьют, вот смотри, и вот этот момент, вот слава Богу за таких, как мы, и за это мы должны давать Богу живому двигаться в нас, вот я должен, я лично на первую очередь должен, потому что мы его пережили и переживаем, потому что Бог дает нам то, что я понимаю одно, я должен делать то, что хочет, даже вот эта запись, я должен высвободить это, хоть это может быть, вы же понимаете, что я не умный человек, некоторые так общаются, какие у них слова, речи, я не умный человек, но Бог все равно говорит, что говорить это все, я должен говорить, даже хоть вот один человек это заденет, и он начнет идти так за Богом, все, слава Богу, ангелы радуются на небе, Богу радуются, человек спасается, у него семья восстанавливается, у него здоровье восстанавливается, он идет за истинной, даже если у тебя хлеб будет, дома лежат кусок хлеба, но твое сердце принадлежит ему, и это самое главное, что хочет от тебя Бог, чтобы в твоем сердце был он, и ты будешь за этот хлеб его благодарить, и он тебе даже больше даст, он тебе даст больше, я никогда не думал, я просыпался под мостом, я вообще был все уже долги, и все вообще у меня было, я духовно был полностью мертвый человек, все умирал, и таких ситуаций было много в моей жизни, да, и Бог восстанавливал, да, но вот это восстановление мы должны держаться за него, и не делать материальные вещи для нас главными в жизни, не делайте это, я ошибку делал это тоже, да, аминь, хорошая вещь, да, точно, в телеграме можно в чете и голосовые сообщения, и видеообращения писать, очень удобно, да, хорошо, надо будет, да, и как ты, брат, тоже, он всех выбирает, Бог хочет через каждого из нас двигаться, я верю, что все люди, кто сейчас здесь, сейчас здесь в стриме, я верю, что все люди, они конкретно ищут Бога, я в это конкретно вижу, вы не просто так зашли на этот стрим, да, не просто так, это конкретно Бог хочет через вас двигаться, поймите одно, что у вас есть жажда, понимаете, вы хотите пить вот эту живую воду, вы хотите искать Бога, и Бог знает это прекрасно, И из-за этого Дух Святой ведет вас дальше, и Он будет дальше вести. Это только начало. Если Бог начал доброе дело в нашей жизни, Он закончит. Просто мы должны идти за Ним. Это важный момент ко мне в первую очередь. Просыпаясь, даже когда тяжело, начинает голова болеть, то здоровье все равно старайтесь доверять Ему. Особенно таким людям, как я, бывшим зависимым людям, у которых были большие аварии, клинические смерти, которые полностью были уже все, где уже смерть дышала в лицо. Вот этим людям надо конкретно держаться руками и всем сердцем за Бога. Хотя это всем, это относится ко всем. Первая заповедь. Возлюби Бога всем сердцем, душою, все. И так же ближнего, как себя. Начни любить себя. Живи для себя. Живи просто. Попытайся сделать все, чтобы твой дом служил Богу. Чтобы твоя квартира служила Богу. Твоя комната, где ты живешь или вообще. Да, ищем. Я вот стишки сочиняю про это, про свой поиск. Вот аминь, стишки. Открой канал Ютуба. Записывай короткие ролики. Делись со всеми. И это же тема. Как прекрасно слышать такое, да, про Бога. С каждой из нас. Где-то мы встречаемся опять. У кого-то стрим. Я тоже захожу, честно говоря. Я тоже захожу к людям. И это нормально. Мы как братья, мы встречаемся где-то час-два перед, где у нас есть. Поймите одно. Наше все свободное время должно быть с Богом. Не то, что свободное, как ни один человек. Он был у меня в гостях, и мы разговаривали про десятину. Он лег у меня на ковре и говорит, это твое полностью тело. Принесите тела ваши в жертву, да, или если я правильно понимаю, там стоит где-то Библия, это стоит вживую. Он говорит, мы телом должны. И я хочу так жить. Я хочу жить, чтобы с Богом не просто поставить галочку и, о, брат, ты неправильно говоришь, надо дядю Петю спросить какого-то человека, чтобы он тебе разрешил. Надо, чтобы на тебя руки положили. Какие руки, если меня Бог с сада выточил? Про что люди говорят? Про какую динаминацию? Какой баптист или не баптист? При чем здесь это вообще? Очнитесь, да. Вот я всем говорю, кто вот думает, что он имеет право руки какие-то. Ну, есть люди, но когда тебя Бог в открытую сам освобождает, это самое крутое, что есть в жизни. Аминь. Благослови тебя, Александр, Господь, и сохрани. Всем привет. О, вот это, вот это Евгений, брат, ты мне, вот что у меня в жизни творится сейчас, вот этот источник, да, в который я копаю, копаю все больше, да, где живая вода выходит. Большинство отказалось, отказались от живого источника, выкопав себе из... Искусственные водоемы. Аминь, аминь, это сто процентов. Когда ты реально смотришь на людей, да, 20 лет, они, во-первых, боятся про Бога говорить, а потом ты с ними сидишь за столом, и весь разговор, про что они говорят, это про какие-то машины или дома, или вообще ты им говоришь про живого Бога, про покаяние, про путь к Богу, как Бог меня освободил от вот этих всех динаминаций вообще, какое освобождение я получил, когда я понял, что мы все тело Иисуса Христа. Это одно. Второе, мы должны благословить друг друга, я буду это повторять. Мы должны, как верующие братья во Христе, сестры, благословить друг друга, меня, я должен тебя, стишки кто-то пишет, кто-то группу открыл, аминь. Ты не должен принадлежать, например, ко мне или еще, ты должен Богу принадлежать, Бог хочет через тебя двигаться. И почему я тебе это говорю? Потому что в самого тебя будет заряжать Бог, понимаешь, через как раз это служение. И вот это я пытаюсь освободить ко всем. Это было бы конкретно очень крутое в жизни человека, если Бог через него двигается во всем, понимаете, во всем. И, конечно, было бы хорошо, если везде он был. Конечно, тяжело, мне вообще тяжело находиться где-то. У меня, с меня уже, с меня уже везде выходит. Я говорю, даже вот на тренировки взять бокс-тренировки. Я так слегка занимаюсь, но, опять же, я с этим стараюсь полностью за этого. Даже вот сами подумайте, тренировок-спорт такой получается, он вообще не христианский, там нельзя же друг друга. Но через тот момент людей касается, Бог там двигается, да. Или там, где еще вот пример. Да везде заходишь в магазин, едешь на машине, да, Бог везде. Вот это живой Бог, когда с тобой, да, когда из тебя он выходит. А как это приобрести, когда ты начинаешь, вот начните Новый Завет, начните Библию. Может быть, вы это делаете, я повторюсь, но просто вот начните. Мне не разрешают подчеркивать Библию. Ну, там, в церкви мне пишут, и что делаешь, Слово Божие подчеркиваешь. Нельзя. Да как нельзя? Мы должны изучать ее, стоит, день и ночь, да, изучать. Для чего мы должны ее изучать? Чтобы в нашей голове вот это была программа Бога. Только вот для этого мы должны изучать Библию. Потому что для чего? Чтобы мы могли противостоять дьяволу, как сказал Иисус Христос в сатане. Не одним хлебом для плоти человек питается, а дух, который от Бога. Вот это мы должны. И вот этим мы должны отвечать. Вот про это началось вот это. Вот про это я начал эту тему. Начало греха. Когда Адам повелся, извините меня, и сделал это тоже. И сейчас для нас это очень должно быть конкретный пример, где наш Дух Святой тебе лично и мне говорит, не делай этого. Это тебя может... Сколько раз у меня такое было? И когда это делаешь, жалеешь. Когда ты на человека неправильно посмотрел или по-плоцки посмотрел, плоть же тоже не спит, но она может ответить человеку. Потом приезжаешь домой, начинаешь за него молиться, чтобы Бог ему помог, чтобы он шел дальше за Богом. Так, начнем читать. Я думаю, через год у меня будет дальше. Я хочу, чтобы сильно вот это... У меня первые ролики, там вы, наверное, посмотрели, а там два слова не мог. Но тяжело, когда Библию, можно сказать, первая такая книга, которая на русском языке, да? И уже все лучше и лучше, слава Богу. Помолитесь за моего мужа Георгия, пожалуйста. Прийти ему к покаянию, познать Бога. Он в грехе прелюбодяне. Спаси всех, Иисус, приди, Иисус, спаси, Иисус. Аминь. Господь, помоги Георгию, да, чтобы он пришел к тебе. Задень его. Потому что также в Библии я читал, что покаяние дает где-то Бог. Сила Божия пускай действует за него. И также старайтесь ему про Бога говорить. Пусть Бог его, извините меня, поставит на колени. Он поставил меня на колени, где я осознал, что нет другого пути, как только один путь и истина, и жизнь это есть Иисус Христос. Дай ему Бог тоже такое состояние, чтобы он пришел к нему. И помоги, спаси ему, если он идет. Мы все шли когда-то. Я не могу никого осуждать, потому что я шел конкретно плохим путем. И Бог меня поставил на ноги. Так и Он может всех поставить на ноги. Это 100%. Я даю гарантию, если ты идешь за Богом, как я в ту тему сказал, и освобождение от зависимости дает только Господь. Я пытался, кодировки проходил, что только не приходил, и в конце концов ничего не помогло мне. Вчера разговаривал с американцем, христианином, говорит, не обязательно читать Библию. Главное верить в Бога. Я ему говорю, это невозможно. Невозможно любить Бога и не любить Его Слово. Аминь. Да, это невозможно. Мы должны наполнить. Вот смотрите, я просто открываю книгу, просто так, это не было подготовлено. Пример, да? Почему подчеркнет-то? Теперь я читаю. Библия, Откровение, 3 глава, 3 стих. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Это все очень глубокий смысл. Но для меня это, вспомни, что как Бог меня освободил от этого всего, вот этот момент, он меня освободил, реально, такое освобождение было, что я дальше даже не мог травиться, ну, таким, я не мог дальше плохо жить. И у меня прям все это, все, я все повыкидывал, я начал, и это просто конкретно, это чудо, да? И покайся, и держись за него, да? И как можно это не читать, да? Это надо читать, это мы должны читать. И также я вам посоветую не просто в телефоне читать, а читать реально Библию, книгу читать. Почему-то вот через это я заметил, очень сильно Бог дает откровение, да? Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. И вот это ответ тебе, Алекс, вот прочитай ему вот этому как раз американцу, про которого ты мне сейчас сказал. Откровение, первая глава, третий стих. Блажен читающий и слышащий слово пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Конечно, как ты можешь жить и носить кресло, если ты не знаешь. Не, ну просто я вам скажу одно, что Бог, вот у меня очень много мыслей, да, было. Вот, да, Библия это просто все ставит в свои шкафчики, да, или как сказать. Да, Библия на свои полочки все ставит. Вот это и есть, что круто. О чем свидетельствует Библия? О Иисусе Христе Спасителе. Это самое хорошее, что есть. Понимаете? Да, и она о нем свидетельствует. А все другое, что здесь стоит, Бог вас уже это все объяснит, как мне объясняет каждый день. И то я вам честно говорю, я даже, я начал ее, можно сказать, я еще сверху на нее посмотрел. Ну как, самое главное, что я покаялся и иду за Богом. Но все равно здесь такой глубокий смысл. В одном стихе такой смысл, его читаешь опять, и откровение опять совсем другое. Ну, хорошее, но по-разному открывается. Из-за этого это и есть. Пускай, конечно, читать надо Библию. Не то, что говорить про Бога, а читать ее надо. Какие вопросы еще есть? Или какие темы? Или все уже сказали, все покаялись, приняли Иисуса Христа, знают, что такое путь к Богу, знают, что такое путь после покаяния. Все. Аминь. Мы все дети Божии, теперь расскажем всем истину, и мы наследники Царства Небесного, который приготовил нам уже Бог. Иисус приготовляет все для нас уже с Богом, и мы теперь идем за Ним. Аминь. Спасибо, брат. Я на этом ударение ставлю такое. Если еще какие-то есть просьбы, давайте, чем могу я отвечу, как в духе у меня, да? Если нет, тогда помолимся под конец. Короткая молитва Богу, да? Аминь, конечно, там глубина очень сильная. Библия, там эта глубина, надо дальше искать, искать, меняться, не забывать первую любовь, который Бог исцелил меня, поставил на ноги. Я держусь за ним. А вот еще один, еще один, еще раз мне дух святого сегодня проговорил. Я тоже ехал на велосипеде, и такой момент был, да, когда вот, ну, человек говорит это, типа, Бога нету, туда-сюда, нету Бога у тебя, ну, с крышей у тебя голова была пару раз пробитая, состояние, конечно, у тебя ненормально, понятно, ты нуждаешься в какой-то помощи туда-сюда. Но я скажу, отвечу одно, как я начал идти за Богом конкретно, да, теперь я просто понял, что вот этот путь я не могу. Никогда в жизни я всегда знал, что Иисус Христос Спаситель, всегда, все, просто я жил не так, как Он хотел, да, просто сейчас я стараюсь жить, но я не полностью живу, как Он хочет, я стараюсь жить так, как хочет Бог в моей жизни, да. И я вам говорю, я получаю радость без алкоголя, без наркотиков, без казино, без матов, без агрессии, и Бог прилагает спасаемых, происходят чудеса, исцеления, люди каются, приходят к истине, адвокат человека освобождает от тюрьмы, человека, которого должны посадить в тюрьму, он говорит слава Богу, другой освобождается от зависимости, он говорит слава Богу, Бог услышит молитв. Вот, вот это путь, просто я говорю сегодня вот себе, другому человеку говорю, ну как, вот так думаю, да, я говорю, вот представь, вот ты, конечно, говоришь, что Бога типа нету, это все, тебе это помогает, потому что у тебя проблемы были, у меня проблем в жизни нету, я такой, я правильный человек, у меня хорошая работа, хорошая машина, семья, все круто у меня. А я ему говорю, смотри, вот во-первых, что когда я начал держаться за Бога, Бог мне все дает, да, кусок хлеба, все дает, второе, самое главное, спасение он мне дал, а если ты придешь к Богу, и это реально правда, что Иисус, я живу, даже если ты живешь так, как стоит в Библии, хочешь жить так, делаешь старай, уже у тебя в жизни нормальный климат, да, А если человек, получается, живет, получается, живет, как вам сказать, живет и думает, что Бога нету, так и так эта жизнь будет катастрофическая, если он будет без Бога жить, да, но просто как, я ему говорю, а если ты придешь, и это правда. Я, я могу сказать, я и на одной стороне хорошо, если я стараюсь с Богом жить, не только мне хорошо, и близким моим хорошо, жене хорошо, там, близким, да, родителям, кто, у кого есть, и вот это, это всем хорошо, это первая сторона благословения, а вторая сторона благословения, вечная жизнь. По-любому, все это одно приводит к тому, что нам хорошо быть с Богом, он не дает 600-й мерседесы бронированные, но он дает тебе спасение и хлеб, который тебе хватит, не заботьтесь ни о чем, будьте как птички или как он стоит. Алексей, брат, благослови тебя Господь и сохрани, Бог любит тебя и хочет через тебя двигаться, я тебе это говорю открыто, потому что он хочет через нас всех двигаться, чтобы спаслись мы и весь дом наш, а как он спасется, только если тогда, когда через нас будет двигаться Бог, он спасется, я думаю, все равно. У меня вот такое откровение было, да, вот я вам расскажу, так быстро, да, такое, вот недавно я тоже, у меня родственники есть, ну, родственники через кровь, да, получается, родственники, с которыми у меня мало общения, у меня лично мало общения с родственниками. Но у меня общение теперь с новыми родственниками от Иисуса Христа. Кто мой брат, кто моя сестра? Что сказал Иисус? Тех, кто делает волю Божию. У меня было такое откровение, я многим говорил про Бога, но еще не было время покаяться, нет у людей времени. Я понял одно, у меня откровение было, что эти люди, которым я говорил про Бога, если им повезет, они придут в таком же состоянии, как и я. Если повезет, когда ты летишь на самолете, взрывается правая турбина, все уже его трясет, все, все, все молятся, слезы капают, повезет, человек покаяться, он слышал. А может быть, не дай Бог, будем молиться, чтобы повезло. Я хочу сказать тому, у меня было откровение, что они придут к Богу, ну, видимо, видите, мы, 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 к сожалению, такие люди, мы приходим только тогда к Богу, когда, когда мы полностью уже, как я такой, да, что я понимал, что или я иду за Богом, или я здесь физически в позорной смерти умру. Все. Единственное, кто меня освободить может от зависимости, и ада это только Бог. Все. Никто больше не освободит человека. Если ты упал, Бог тебя поставит. Только иди за ним. Вера спасает нас в Бога. Вера, уверенность в невидимое, осуществление ожидаемого. Я верю, Господь помог моему неверию. Аминь. Мы воздухом дышим, наша плоть, а дух наш, самое главное, который перейдет в вечность, плоть наша, она, от нее ничего не останется через пару месяцев, а дух наш вечный, которому нужно, что сказал Иисус, Слово Божие. Спасение. Из любви к нам он отдал Сына Своего, Единородного Иисуса, чтобы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. И наш дух. Алексей, вот я сегодня, вот ты второй человек уже, даже по-моему третий, четвертый, мне многие писали, я сегодня сделаю это в телеграме, постараюсь это, сейчас поговорим, настроек. Сегодня, после обеда, у нас сейчас, в Германии, у нас время, время у нас 3 часа и 10 минут, я к вечеру, часов в 6, но завтра будет, я сделаю это, я не знаю, там канал, надо спросить, как это делается, и я в интернете еще сильно не разбираюсь. Хорошо, найдем сейчас Иов, что говорит Библия. Про Иова вообще это, да, ситуация вообще, как он верил до конца. Я даже себя где-то, вот честно сказать, сравниваю вот с этим ситуацией, с Иова, да, когда вот у меня тоже там были проблемы и там, ну там, с семьей, и там, со здоровьем, с зависимостью. Но я вам скажу, все это время я все равно верил в Бога, я никогда не отрицал Иисуса Христа, я верил в Него, я даже молился всегда, хотя я жил не так, как хочет Бог, в нехорошем состоянии, все равно я молился. И Бог, в конце концов, мне такое откровение дал, что я теперь должен жить так, как Он хочет. И не только я, это всем людям, кто хочет идти за Богом. Примирись же с Богом и обретешь мир, так придет к тебе благополучие. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю. Примирись же с Богом и обретешь мир, так придет к тебе благополучие. Это очень сильный стих. Надо это записать, оставить. На эту тему надо будет тоже, да, так на выходных записать, ободрить друг друга, послушать. Очень важный момент. Это стоит, вот где брат написал, Иов 22 глава, 21 стих. Я вот читаю, вот у меня Библия онлайн, там есть разные переводы. Я считаю, вот эти разные переводы лучших для людей, кто, кто это, ну, чтобы понимать. И для меня тоже, я же тоже знакомлюсь, я тоже не какой-то начитанный человек. Это все произошло сейчас, когда я начал сильно идти, да. Что думаете про специальную военную операцию на Украине? Вот смотри, да, брат, я, во-первых, благословляю тебя, твою семью. Я очень рад, что ты слышишь Слово Божие, да. Я очень рад, что ты хочешь идти за Богом. Я про это скажу одно. Я лично, я, я не возьму оружие в руки. Если будет момент, я вот сейчас расскажу. Если будет момент, конечно, вот на мою семью стоит Библия, отдайте жизнь свою. На мою семью нападут, ну, например, на мою семью. Я должен отдать жизнь свою стоит Библия. Ну, Бог мне это разрешит отдать, там, или защититься. Но я верю, Бог будет сохранять, но если да. А вот теперь смотри, Сергей, да, вот. Вот у меня есть знакомые с Россией, да, знакомые, с кем я общаюсь. Есть знакомые с Украины, тоже общаюсь. А теперь смотри, во-первых, там идет смерть, да. Война это смерть. Смерть это горе, когда люди умирают. Войны были в Старом Завете, они умирали туда-сюда. Теперь мне говорит одна сторона, Россия говорит, мы хотим защищать, защищайте свой дом, как стоит, я говорю про верующих людей, как они говорят. Мы защищаем свой дом, чтобы к нам не подошел враг. Так, факты к этому в России говорят, что они думают, что НАТО хотели поставить туда свои войска. Если бы сейчас Россия не протянула бы вот свои эти, Крым там вот это все дальше, тогда бы возле них стоял бы уже НАТО. И тогда было бы все посерьезнее. А Украина то же самое. Украина говорит, вот на этом ответ с Россией, что Украина говорит, это также наш дом, вы нападаете, там происходит смерть. Мы принимаем все то, что нам говорится через информацию телевизора. К сожалению, в Германии говорится очень плохо о России, а в России также плохо это. И вот эта все пропаганда, она нас, к сожалению, ведет в заблуждение. Один Бог знает всего этого. Из-за этого, конечно, мы должны молиться за Украину, за Россию, за всех людей. Это поймите одно. В Библии стоит, не забывайте, что стоит в Библии. Молитесь за проклинающих вас, за кто гонит вас, за кто обижает вас. Наша задача, что Иисус сказал. Вы не думайте, что мы можем там вставить крест или говорить что-то, или проклинать. Сила слова, не забывайте язык. Это такой маленький, но через него мы можем благословлять, проклинать. Все, а больше я не знаю, что, как, дальше. Я надеюсь, она закончится, и чтобы люди в мир пришли. Это ужас все, ничего хорошего нет. А в конце концов, как мне брат один сказал, он говорит, мы должны проповедовать дальше, до конца. Но мы должны понимать, что в Библии про это стоит, что в конце времени будут войны. Брат против, мы не сможем это, это будет, так стоит. Так уже было тогда, 2000 лет назад, это уже говорили про это. Спасибо всем, кто говорил, можем повторить, теперь пожинаете. Что думаете про спецза? Из-за этого давайте сейчас, наверное, есть еще вопросы, если нет, мы помолимся, скажем Богу еще раз спасибо за все. Откройте случайную страницу в Библию, нам послание. Давайте, брат, попробуем. Попробуем. Открываем опять книгу Откровения, опять у меня. Книга Откровения, брат, 3 глава, 10 стих. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это вот тебе, братан, ответ. Брат, тебе ответ. Вот ты хотел, я тебе читаю послание. Просто так открыл. Мы живем в конце времени мира, уже не будет, прочитай Иеремия. Иеремия, хорошо, брат, прочитай, надо говорить, да? Да, конечно, здесь видишь, что творится. Мощно, спасибо, аминь. Конечно, мощно. Здесь такие, Бог-то, мощно вообще, что мы про это говорим. Давай еще раз прочитаем, для меня это тоже в первую очередь, со что мы должны держаться. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это опять же мы возвратимся к началу проповеди, к теме, когда вот искушение, начало греха. А здесь говорит, как ты сохранил вот это терпение, верность твою, когда ты все равно твое сердце. Нет, я не буду, я не поступлю так против Бога. Я хочу поступить так, как хочет Бог. Я сделаю так, как хочет Бог. Я уберу это с моей жизни, чтобы идти за тобой, Господь. И Бог даст тебе то, как Иову. Он всегда говорил, нет, есть Господь, есть то, как я понимал всю эту историю. И в конце концов, Он его благословил в такое благословение, что все в шок пришли. Вот там самые красивые дети, и то, и это. И так Бог сделает и в нашей жизни. У нас живой Бог, который сейчас нас слышит. Он знает, что мы сейчас это проповедуем. Он с нами сейчас, понимаете это. И наше сердце радуется, когда мы говорим о Боге. А это и есть радость от Господа. Понимаете? Аминь, брат, шалом. Благословите, я Господь и сохрани. С Богом, аминь. Аминь, слава Богу. Есть еще какие-нибудь вопросы насчет нашего... Конечно, вопросы вы все, братья и сестры, задавайте Богу лично. Ну просто это живое общение, которое нам нужно, как братьям. Что друг друга, как в Библии стоит, помогать, говорить истину. Ну конечно, вопросы мы должны задавать на коленях в комнате. И когда мы лично, не забывайте, лично. Возьмите фломастер какой-нибудь и разберите Слово Божие. Поставьте себе цель. Сегодня вот у меня Библия в руках, Новый Завет, и я начну. Возьмите телефон, подчеркивайте главное, записывайте, откройте YouTube-канал. Также записывайте, если есть в сердце эта воля. Если нет, двигайтесь. Бог движения, мы должны двигаться. И почему двигаться, поймите, откровения, которые приходят мне, человек, который за океаном, то же самое откровение. Как так? Мы с ним вообще не общаемся. Я иногда просто захожу, смотрю или общаюсь. Вот поймите, вот это бомба. Такая духовная такая бомба. Я думаю, как так? Я вот про что думал? Он здесь просто говорит про это. Я в этом иду сейчас, а он это говорит. Вообще человек совсем, я говорю, на другом земном шаре. Что думаете о восхищении церкви перед великой скорбью? Брат, я еще ничего не знаю даже, что думает. Я думаю, что в Библии стоит, что там суд начнется. Я думаю, что суд начнется. Не думаю, это в Библии стоит, Слово Божие. А второе, я думаю, я один раз ехал тоже и думал, как всегда, про Бога, про все. Я думал, кто такая церковь Иисуса Христа? Что это такое? Церковь. И почему-то у меня церковь Иисуса Христа всегда в голове. Церковь Иисуса Христа, она состоит о живых камнях. Это мы. Почему мы? Потому что мы, как храм Бога живого. Почему так? Это все, что я говорю, стоит в Библии. Бог говорит, я буду жить в них, ходить через них. Понимаете? И мы будем делать больше, чем Бог. Мы, церковь Иисуса Христа. Конечно, какая-то структура, кто-то сделал какой-то домик. Если ты к нам не приходишь, значит, не так. Это не так. Бог хочет живое общение. И мы все тела Иисуса Христа, мы должны каждому. И слава Богу, что там такое общение. Если честно сказать, я даже доволен, что у нас эти динаминации где-то даже не нравятся. Они-то говорят про Бога. Что здесь? Они говорят про Спасителя. Просто у них этот огонь горит, наверное, меньше или как. У них живого этого нет. А здесь теперь Бог, теперь там все разделение, а здесь Бог освобождает теперь людей. Как раз освобождает тех людей, которые остались одни, которые там в жизни не получаются, которые нагрешили конкретно в жизни, которые шли конкретно против Бога. А здесь Бог говорит, я тебя не осуждаю, Бог говорит. Иди вперед и больше не греши. Это Он сказал Магдалене, когда в нее хотели кинуть камни. Он говорит, а ну попробуйте, киньте, если вы такие безгрешные. И теперь Бог будет на этом уровне действовать. Он будет на этом уровне собирать свой народ. Свой народ посвященный, который был на грани смерти, который чуть уже не умер, который не знал, что дальше делать. И Бог как раз через таких людей хочет построить свою церковь Иисуса Христа. К спасению, к живому Богу, где там будет конкретно проповедано про Его спасение. Никакой динаминации, а чисто Иисус Христос, братья и пасторы. Это Он. Все. И от Него будем зависеть. Все. Это цель моя и это, я думаю, единственное, что нас держит в живых. Аминь. Великую скорбь будет думать, как выжить и ожидать, когда семь лет. И этот и есть момент. Все. В данный момент происходит спасение человечества. В данный момент. Бог послал Сына Своего. Все. Это Иисус приходил, чтобы заплатить за нас цену. Он походил. Это все совершилось. Цена была заплачена. Теперь через веру мы все сидим, мы хотим рассказать больше не мы, а Бог в нас. Он хочет, чтобы ты покаялся, чтобы все, кто сейчас слышит, чтобы шли за Ним, чтобы мы были готовы. Мы были готовы встретить Его всегда. В какой степени готовы? Когда наши глаза закроются, сердце бьется, а мотор может просто больше не биться. Все. Ты готов. Ты встретить Бога. Наши земные тела, они здесь заканчиваются. А Бог внутри нас, Он все. Мы ждем того, кто нас спас. Как в Библии стоит, кто во Христе умрет, тот во Христе и воскреснет. Благословляю всех людей, кто здесь. Мы будем с такими словами жить всегда с Богом на этой земле. Единственное, что нам надо, это он. Больше не надо никого нам. Воистину только Дух Святой побуждает таким словом. Конечно, а кто еще? Брат, я раньше два слова про Бога. Кость два слова. В моем лексике были нехорошие слова. Я вел себя нехорошо. И я стремился к нехорошему. Давление восстановилось. Брат, могу сейчас засвидетельствовать. Сейчас вытащу. По мере могу показать. У меня было давление под 200. Сахар был повышенный уже в сторону диабета. Отправили меня последний раз, когда откачивали. Отправили меня в больнице. У меня был уже признак нацироз печени. Мне врачи сказали, может быть это уже было. Может быть это недолго осталось, потому что печень в очень плохом, катастрофическом состоянии. Все лицо желтое, глаза были желтые. Это было состояние. Бог восстанавливал. Но я пришел к тому, что я теперь должен посвятить свою жизнь ради кого? Ради того, кто меня спас. Все. Для чего? Чтобы ты получил такое же откровение, как и я. И чтобы твоя жизнь была такая же спасена. Чтобы церковь Иисуса Христа везде теперь был. Нам надо поднять теперь людей, кто упали духом. Кто не знает, куда им идти. Кто полностью заблудившись. Посмотрите, сколько людей гибнут. Что сказал Иисус? Он пришел спасти погибающих людей. А эти люди гибнут. От чего? От незнания истины. Они гибнут от незнания правды. В их жизни другая истина. Это истина, которая в их жизни их убивает. Разоряет. Они остаются одни. Они одиночки. Они живут. У них потом начинается зависимость. Алкоголь, сигареты, наркотики, драки, злость, убийства. И не дай Бог дальше. И это Бог хочет освободить тебя. Без разницы, где ты находишься. Что ты сейчас делаешь. В каких ты сейчас ситуаций. Я тебе лично говорю, Бог любит тебя. Возови к нему. И Он спасет тебя от любой зависимости. И Он даст тебе то, что ты не купишь за деньги. А это спасение. И Он мне это дал. Вот такой, как я, недостоин, по идее. А Бог любит нас вечную любовью. И Он искупил меня. Но теперь Он хочет, чтобы я держался за Него. Все. И в этом заключается все спасение. Про что говорит Библия. Венец жизни. Держитесь до конца. Здесь стоит. И кто сохранит слово. Кто вот этот дух искушения, который придет на нас. Чтобы мы были с Богом, да, состоялись. Да, аминь. Конечно. Кровью Иисуса Христа мы очищены. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Аминь. Сто процентов. Только мы должны держаться все равно. Бог нам дал навигатор, да, в жизни. Библию, Слово Божие. Мы все равно должны от сердца держаться всегда за Него. И никогда не сдаваться. Жить так, как хочет Бог. Бог хочет этого через нас, чтобы двигаться через нас, да. Как вообще меня видно, наверное, четкость не такая, да. Но это, по идее, микрофон, все нормально. Я в тот раз тоже спрашивал, у меня слышно или там вот эти, есть какие-то помехи в голосе. Я имею в виду помехи. Интернет вроде тоже нормальный, да. Или дергается чуть-чуть. Все отлично. Ну, слава Богу, тогда слышно нормально, да. Я очень рад. Все нормально. У нас было раньше, брат, нормально, теперь у нас, я думаю, реально все отлично. Мы спасены и мы познаем истину каждый день. Слышно и видно хорошо, слава Богу. А то вчера что-то интернет. У меня будет, я тоже буду выходить в эфир тоже по откровениям. Я буду стараться пребывать, потому что это началось, надо это до конца теперь довести. Как до конца, чтобы мы все, чтобы этот огонь, который во мне, чтобы он переходил, чтобы мы загорались все, да. Потому что мы должны гореть для Бога. Как стоит там в Библии безумный Христа ради. Вот у меня был такой момент, один раз, там он, вот этот человек, он там записывает, записывает музыку тоже, он поет там песни. Как у него фамилия? Александр Гусин что ли фамилия? Он был один раз, я с ним встречался так, он с Белоруссией, по-моему, он с Белоруссией. И он мне сказал, делай невозможное для Бога и Бог будет делать невозможное для тебя. Вот эти слова, я их сильно почему-то запомнил. И вот этот момент, когда вот мы живем, мы, понимаете, в нашей голове, хотим мы или нет, у нас живет какой-то стандарт. Стандарт служения, стандарт одежды, там, ну, белое, конечно, желательно одевать белые одежды, что Бог нас одевает уже сейчас. Ну, как по-христиански, мы даже по верующим в духе как-то одеваться. Но все равно вот этот стандарт, он иногда мешает двигаться Богу так, как он хочет. Этот стандарт, который часто придумывают люди, да. Там они там прям конкретно про этот стандарт, прям церковь построена на этот стандарт. А Бог совсем по-другому начинает двигаться и для людей это тоже шок, да, в какой-то степени. Так, давайте скажем Богу все вместе спасибо и на этом, наверное, мы закончим нашу прекрасную, прекрасное общение с Богом, да. Просто поблагодарим Бога за эти откровения и за все, что он делает. Я начну с того, что я хочу сказать, да, как часто будем, будешь выходить в эфир. Ну, как, я думаю, вот по духу, да, как будет реально такое состояние, да, что, ну, я думаю, часто будет это, потому что я хочу конкретно двигаться. Я хочу теперь, я знаю, это многим людям нужен, очень много людей пишут сообщения и задеет людей, благодарят, и это меня заряжает. И я буду дальше, потому что я хочу, чтобы люди получили эту свободу, получили свободу от человека, получили свободу в Боге, позная истину. Также я получаю истину, когда я вам про это говорю. Буду выходить, постараюсь каждый второй день или каждый день, ну, на выходных 100%, да, в субботу надо выходить, чтобы людям как раз вот выходные, чтобы в пятницу вечером, чтобы людей к пятнице меня и вас, чтобы вас ободрить, чтобы зарядить. Почему-то я заметил вот этот дух, вот это алкоголизма, вот этого плохого всего, он двигается в основном вот в таких днях, как пятница, суббота, он всегда двигается против людей. Но вот в особенно пятница, суббота вот ко мне подходит сильно дух вот этот, который алкоголили, что, да. Буду стараться, конечно, почаще. Разные темы, просто Библию можем читать, иногда будет служение, я думаю, просто начнем читать и притчи, да, очень важные, мудрые слова. Мы же должны пребывать в мудрости, разбирать, кто-то будет писать это, я считаю, это все нужно. Мне вот люди пишут, что многие, что надо делать это, да. Да, аминь, это сто процентов, дух святой, я знаю, вот про сегодня, вот Галина, сестра, сегодня у меня была, это конкретно в духе, вот эту тему. Я хотел записать про начало греха, теперь соединил вот насчет духа. Это реально, я вот недавно здесь смотрю, просто вечером я стараюсь посмотреть, как в духе другие люди живут, как они, чем они занимаются, как вот. И реально смотришь здесь, вот проповедь прям в лайф идет тоже, в лайф идет, и прям про что я думаю у него прям такое, да, насчет последней церкви, насчет модели церкви, да, какая она будет, как она состоится. Да, да, и вот это есть для каждого человека, у Иисуса есть задание, нужно об этом помнить. Конечно, для каждого аминь, это сто процентов, вот из-за этого мы все как тело Иисуса Христа, но через каждого из нас Бог будет действовать, как он хочет, понимаете. Я вот так, из-за этого, мне вот сейчас тоже как внутри, я понимаю, что вот эти все динаминации, слава Богу, да, что Бог, что они есть, что там проповедуется Слово Божие. А теперь Бог хочет просто, почему мы, как верующие люди, которых освободил Бог, как дети Божьи, почему мы не можем выходить в YouTube, конкретная теперь сфера, где нужен свет. Ты читаешь эти шорты, всякие ролики, там такая грязь иногда, заходишь в чат-рулетку, люди, о чем они думают, чисто обворованные люди. И вот следующее, что будет, я буду заходить в чат-рулетку, тоже включать камеру и будем смотреть, как люди реагируют на наши проповеди, будем молиться за них. И вот это тоже будет сделано. У меня уже все для этого готово, но еще один момент я хочу сделать и будем заходить и общаться вживую с человеком насчет Бога. Это тоже интересный такой момент. И мы должны это делать. Иисус был светом, был и есть. Он говорит, я свет миру, он сказал народу, кто последует за мной. Если он свет, значит, куда мы должны? Везде. Мы должны быть с Богом, мы должны быть там, как хочет Бог, где хочет Бог. Слава Господу, меня из православия вывел. Да, я говорю вот это, насчет чат-рулетки, я потренируюсь чуть-чуть, да? Ну там, там, я заходил как-то, там вообще там тяжело, там люди, как не подойти, там вообще что-то непонятное, да? Но мы там тоже будем, мы туда зайдем и там посмотрим, что там будет. Потому что хватит уже нести, знаете, вот этот народ против народа, там Украина, Россия. Это мы должны, наоборот, рассказать людям, что есть любовь, что есть Бог, что есть прощение. Вот поймите, меня избивали люди до полусмерти. Я просыпался, мне даже кто-то думал, что меня убили. Там было много крови, меня очень сильно били, где я говорил, эй, я потом просыпался, я весь в шлангах был. И Бог мне дал прощение этим людям. Я этих людей знаю теперь точно, кто это был. Да, я знаю их, но все равно Бог освободил меня. И вот я этот пример привожу к тому, когда вот там вот нация против нации. Бог может дать эту любовь человеку, потому что это все люди погибающие, без истины. Их ждет, если не покаяться, очень страшная вечность. Вот Алекс, это я тоже заметил, мысли бывает выпить, но стараюсь бодрствовать и больше читать и размышлять. И тогда сила появляется. Знаешь, что я тебе скажу? Вот чисто вот тебе, Алекс, да? Ты вот постарайся, у тебя тоже есть какие-то откровения. Конечно, это все в короткое делать. И также начни действовать, записывай канал. Ты должен получить конкретно от Бога откровения, где тебе служить. И все, и начни служить ему. Чтоб ты просыпался, как раньше мы просыпались. Мысль, какая была, сигаретка или еще что-то. Ты теперь просыпаешься, и ты должен знать, все, тебе надо теперь зарядиться. Не только тебе зарядиться, через тебя хочет Бог теперь действовать. Людям нужно слово истины, да? И все, где Бог тебя пошлет, там начинать. И вот в этом ты получишь свободу. Задумайся про это. И не надо ставить себе рамки, ты не можешь. Я тоже, что я мудрый, ты же видишь ошибок, сколько я говорю, сколько я пишу с ошибками, да? Но я буду стараться, это будет лучше идти. Ну, вот это действие с Богом тебе даст освобождение полностью, где ты уже задумал. Но оно будет приходить, ко мне тоже приходит иногда. Конечно, ты можешь заходить в проповедь, так же и про это говорить. Что, давайте помолимся, да, теперь. Богу скажем спасибо за все и за всех. И вот этот стих тоже хороший хочу прочитать. Истина, истина, говорю вам. Опять же, вот, Алекс, насчет этого, как ты говоришь, этого американца, который Библию не хочет читать. Истина, истина, говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истина, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божьего и услышав, оживут. Просто вот этот первый стих, ударение на него ставлю, что мы должны говорить слово Божие. Это весь о спасении. Также мне было откровение, что мы думаем, многие люди не принимают, не покаялись, туда-сюда, жалко, да. А вы не забывайте, что они это слышат и они это запоминают. Когда-то, так же, как и я, у меня лежала очень долго Библия, но я ее открыл. Теперь она выглядит вот так, вся Библия. И это только начало. Мы будем идти дальше и глубже. Вокруг нас будут меняться люди, будут спасаемые, будут исцеляемые люди, кто получат исцеление. Они уже есть. Первые это я, кто получил. Вторые будут еще дальше. И если концентрируйтесь, я не хочу на этом, я не хочу принимать славы от человека. Библии стоит принимать и ждите славы только от Бога. И все. Из-за этого мое имя должно, вообще, как зовут, по идее, какая разница, как зовут. В Боге мы получим так и так все новые имена, новые тела. Так что у нас будет все новое. Все. На этом, я думаю, всех ободрили чуть-чуть, пообщались про очень интересную тему. Теперь можно всем сказать. Главное верить в обетование Божие. Веруй в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Когда ты веришь, когда ты даешь Богу жить в твоем сердце. Вот этот стих я раньше читал, но я не задумывался, как он действует, как приходит этот стих в действие. Покаяние – это извинение. Покаяние – это вера в Бога, в Иисуса Христа Спасителя. Покаяние – это путь за Богом. Уже не я живу. Живет Христос. Покаяние – это уже не моя воля, а Божия воля. Покаяние – это отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Покаяние – это храм Божий. Теперь уже Бог будет ходить через вас, говорить и делать через вас. Жизнь после покаяния – это вот все это, что я говорю. И вот это самое главное, что нам нужно каждому из нас, чтобы мы это поняли. Тогда спасешься ты и весь дом твой. Потому что присутствие Божия в доме человека приведет человека к покаянию. Закон, он приводит человека к покаянию. Закон меня привел. Потому что законом я не оправдаюсь. И никто из вас не оправдается. Никаким законом, который стоит в Библии. А оправдаемся мы только, спасемся только через Иисуса Христа. Иисус Христос освободил нас от клятвы закона. По вере нашей. Все, что мы делаем, это происходит из любви к Богу. Все, что мы делаем, это происходит из любви к Богу. Мы любим Бога, потому что из-за этого мы хотим это все сказать. За это я не получаю ни копейки. Все, что я буду за это получать, это будет уходить людям, которым нужен хлеб на столе. И все. Это откровение было. Или чисто на служение. Это тоже очень важный момент. Ничто нельзя путать. Бог дает все бесплатно. Если надо будет, Он и даст и помещение бесплатно. И все другое. Все. Аминь. Давайте я молюсь, говорю Богу спасибо за все. За этот день и за все, что Он делает. Господь, спасибо тебе за этот день. Спасибо тебе за всех людей, кто сейчас это слышит. Господь, дай каждому человеку свое откровение, чтобы каждый человек жил в твоем присутствии. Я тебя молю, как твой сын, как в Библии стоит дитя твое. Я хочу, чтобы каждый человек, кто это услышит, дай ему полную свободу. Дай ему твое присутствие, Господь. За день это все люди, кто жаждет тебя. Это все люди, кто хочет идти за тобой. И это все люди, кто хочет просто с тобой быть. Уже здесь на земле мы готовы, чтобы всегда быть, встретить тобой. Я хочу быть с тобой здесь уже на земле. Не в раю вечность, а мы уже здесь в вечности с Богом. И за это спасибо тебе, Господь, что ты спас нас всех и даешь нам путь к тебе. Я благодарю тебя, Господь, за все, что ты сделал в моей жизни и вокруг меня, что происходит. Я хочу дальше идти за тобой и не сдаваться никогда. Меняй меня так, как ты хочешь, что мое я было взади. Я больше не хочу идти впереди тебя. Я уже шел впереди тебя, и это заканчивалось очень печально. Теперь иди ты впереди. Я буду стараться говорить то, что ты хочешь через меня. Все. Благословляю вас всех. Пусть Бог даст каждому свой путь в жизни и даст просто настоящую веру, которая нас держит с Богом. Это самое главное, что мы должны всегда ценить и сохранять веру в Бога. Если у нас есть вера в Бога, к нам не подойдет дьявол. Потому что он подходит только тогда, когда мы ему допускаем. Закрывайте замки и не давайте зайти ему в вашу жизнь. Аминь. Благословляю всех вас. Идем дальше. Записываем, читаем Библию. Новые откровения, новый путь. Бог живой, любит всех и хочет, чтобы мы все жили так, как он хочет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok